Шанти-шанти РФ. И я напоминаю, что согласно правилам ютуба пить пиво в кадре запрещено, поэтому мы это не делаем. Будем сейчас снимать говядину со сладким перцем. Я эту штуку уже кушал и она вкусная. Напоминаю то, что... Оу-оу-оу-оу! Жирнее! Напоминаю то, что оно хранится два года, но не за счет консервантов по большей части. Ну, если соль считать консервантом, то за счет соли. И за счет того, что оно готовится, как заявлено, внутри упаковок. Если его погреть, оно, конечно, все вкуснее, ароматнее и вообще лучше. Работаем с тем, что есть. Можно еще тебя, кстати, пригласить в виде ложки, чтобы ты попробовал, не влазя в кадр. Говядина со сладким перцем. Вот, собственно, говядина, вот перец. Здесь в основном мясо. То есть это мясо такое. Мясо в обработке, скажем так. Оно прям прочит риса на закуску, конечно. Это вкусно. Мне эта штука понравилась в лесу, когда мы с Деньки с кем ходили выживать комаров и ужасных плюс пяти градусов. Она вкусная. То есть каравой здесь мягче, чем тушенки. Вы можете брать кандинскую тушенку. Там такие довольно крупные куски периодически попадаются. А здесь кусочки маленькие. Это вкусно. Это хорошо. Ну что, могу смело рекомендовать. Может, я и до буженина сегодня доберусь, раз я такой голодный. Надо просто... Кусковое мясо его еще съесть надо. Это не так просто, как кажется. Вот, все. Не будем нарушать правила Ютуба. Пишите комментарии. Приятного всем аппетита. Надеюсь, вы сыты. Да, какие дела. Там ссылочка есть. Или там.